Итак, друзья, всем привет на канале Скольная жизнь! Уже конец лета, а я вот только надумала снимать видео, что же делать, если вы нашли слёдка птицы, ну или птенца. На самом деле у меня очень мало времени для этого, я обычно отснимаю видео, а потом его выкладываю там через несколько недель, некоторые выкладываю сразу. Ну вот, у меня до сих пор там есть несколько видео, которые до сих пор не выложила, они сроком где-то апрель, май, июнь аж. Вот, поэтому скоро я очень надеюсь, что их загружу. Так вот, что же делать, если вы нашли слёдка птицы? Ну, давайте сразу разделим птиц на тех, у которых есть слёдки, а у которых нет слёдков. Есть, например, голуби и стрижи, у которых нет слёдков. Они должны покидать своё гнездо, когда они уже полноценно летают. Часто люди находят стрижей голых или нелетающих, и также голубят. В этом случае вы подбираете птиц и докармливаете их до того момента, как они смогут вылететь непосредственно на улицу. У стрижей это где-то 45 дней, у голубей тот момент, когда они самостоятельно начинают есть, летать и ходить. То есть, ну, возраст примерно, ну, месяца полтора-два, где-то вот так вот. Ну, в принципе, смотрим по каждой птице, потому что некоторые отстают в развитии, и в три месяца птиц не сможет быть просто голой. Вот, так что таких птиц мы можем отпускать самостоятельно. Остальных птиц, например, берём тех же хищных птиц, мы не можем отпускать самостоятельно. Объясню почему. Во-первых, птица становится импринтом, то есть она ориентирована на человека, она воспринимает его как свою стаю, как своего кормилица и так далее. Поэтому, когда вы птицу выпустите, птица просто придёт к другому человеку, а он её, например, убьёт. Вот. Второй птиц не может добывать самостоятельную пищу, потому что её не учли родители. Многим лайфхакам, так называемым, в природе детей учат именно родители. Вот. Поэтому птица, в принципе, не сможет выжить. Плюс также есть такие штуки, как нахождение воды, как я уже говорила, еды, место ночлега и так далее. Поэтому без вольеров данных птиц отпускать нельзя. К ним относятся хищные птицы, все насекомоядные, все зерноядные птицы. Таких птиц мы берём, сажаем в коробочку и находим центр реабилитации. Причём лучше этих птиц без специалистов не кормить, потому что если брать тех же стрижей или ласточек из группы нашей, уже второй, то их строго кормим мы только насекомыми. Причём насекомыми не которые сушёные, там консервированные или опарыши, а именно насекомыми. То есть сверчки, тараканы, огнёвка, фокус в редких случаях. Если вы этим не будете кормить, то у птицы тех же стрижей начнёт выпадать оперение. Поэтому диета очень важна. Лучше, если вы сразу отвезёте птицу, специалисту или как минимум волонтёру. Я внизу прикреплю список реабилитационных центров за 2022 год, куда вы можете отдавать свою птицу. С хищными птицами ещё сложнее. Есть виды, которые у нас краснокнижные. Например, это сапсаны, всеразличные орлы и так далее. Вот с ними очень сложно. В той же Белоруссии все у нас хищные птицы относятся к Красной книге и без изъятия из природы. Их не принимают даже в реабилитационный центр. Вот поэтому с хищниками очень проблематично. Их же опять нельзя кормить обычным мясом. Их кормят только мышами, цыплятами, перепёлками. Так что вот как-то так. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. И всем до встречи на канале Сколенная жизнь!